МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги этого четверга в материалах моих коллег. Корреспонденты ФОРТ уже готовы к эфиру. В студии Наталья Мороз. Здравствуйте. И вот о чем расскажем сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очереди в поликлиниках. Что делать? Минздрав опубликовал официальный комментарий. Особняк, которому били три человека, выставлен на продажу. Объявление появилось на сайте недвижимости. Проблемы с финансированием, благоустройство парка в Южном снова под вопросом. Российский рубль нестабилен. Как сохранить накопленные деньги? Эксплуатация небезопасна. В Оренбурге проверят состояние канатной дороги. Впервые в областном центре в музее ИЗО работает уникальная выставка. В Минздраве области ситуацию с ковидом в регионе признали сложной. Положение дел, в частности причиной скопления огромных очередей в поликлиниках, прокомментировала Татьяна Савинова. По словам министра здравоохранения области, за последние 10 дней резко возросло количество больных с сезонными заболеваниями. По словам главы Минздрава, в больницах и поликлиниках большие очереди людей с признаками ОРВИ и других заболеваний. В медучреждениях есть запас необходимых лекарств, достаточно томографов и аппаратов ИВЛ, говорит вице-губернатор. Но не хватает медработников. Врачи тоже болеют. На общие приемы переводят узких специалистов. На вызовы привлекают студентов 6 курса медуниверситета. Также решается проблема перегруженности звонками и колл-центра в поликлиниках. В Минздраве просят оренбургцев не приходить в медучреждение при симптомах ОРВИ, а дожидаться врача дома. Мы обязательно придем на вызов. Возможно, не через 2, не через 5 часов, возможно, вечером, а возможно, даже ближе к ночи. Но придем обязательно. К счастью, коронавирусная инфекция, но это не инсульт, когда помощь нужна мгновенно. Очень важно своевременно обращаться к врачу, потому что у нас очень много случаев позднего обращения, когда 5 дней человек болеет с высокой температурой, вызывает после пятого дня, когда уже развивается достаточно тяжелое состояние. Поэтому у меня большая просьба вызывать врача на адомне, приходить в поликлинику и вызывать все-таки врача максимально рано. Для лечения пациентов с коронавирусом решено Новотроицкий роддом перепрофилировать под ковидный центр. Пока принимать роженец будет перинатальный центр Орска. Здание в Новотроицке обеспечено большим количеством кислородных точек. За последнюю неделю закуплено 235 кислородных концентраторов для стационаров – долечивание. Помочь врачам справиться с ситуацией могут и сами оренбуржцы. Необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, напоминают Минздраве. Также жителям области рекомендуют отказываться от празднования больших семейных торжеств. Ну а сейчас к статистике по коронавирусной инфекции. По-прежнему в Оренбурге закрыты на карантин 99 классов и одна школа в селе Проскурино Бузулукского района. Дети продолжают обучение в дистанционном режиме. В лидерах по заболеваемости Орск там на изоляции 17 коллективов. Следующие в списке – город Оренбург, а также Оренбургские и Шарлыкские районы. Что же касается данных о количестве больных с диагнозом COVID-19, то по официальным данным за сутки число зараженных увеличилось на 125 человек. Общее число положительных тестов с начала пандемии – 13 776. Новых смертельных случаев нет. От коронавирусной пневмонии умерли 87 оренбуржцев. 158 пациентов выписаны из стационара. Также во всех муниципалитетах региона вновь открыты волонтерские штабы для оренбуржцев старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Добровольцы бесплатно могут доставить для таких людей лекарства и продукты питания. Напоминаю, возмещается только стоимость покупки. Но мы продолжаем, а переходим к другим темам. Особняк, которому били трех человек, выставлен на продажу. Объявление появилось на одном из сайтов недвижимости. Его стоимость – более 50 миллионов рублей. Речь идет о доме директора оренбургского филиала «Газпромтранса». По словам соседей, семья недолго проживала здесь – всего несколько месяцев. Напомним, трагедия произошла в мае 2019-го. Тогда тело Андрея Бахарева, его жены и водителя обнаружило домработница. Предполагаемые преступники попали на камеру видеонаблюдения. Вот эти кадры. Трое неизвестных в масках выходят из дома жертвы. Мужчины садятся в автомобиль пострадавшего. Спустя несколько минут скрываются с места происшествия. Чуть больше года по делу не было подозреваемых. Согласно данным Ленинского района Уссуда Оренбурга, обвиняемыми по этому делу проходят трое мужчин. Теперь коттедж площадью 460 квадратных метров выставлен на продажу. Его оценили в 53 миллиона рублей. Сотрудник крупной нефтедобывающей компании похитил почти миллион рублей. Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего оренбуржца. Мужчине предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Мошенничество в крупном размере и причинение значительного материального ущерба. По версии следствия, будучи главным специалистом управления материально-технического обеспечения нефтедобывающей компании, пообещал помочь сразу трем коммерческим организациям. С декабря 2016 года по ноябрь 2019 года ввел в заблуждение представителей трех коммерческих организаций, приписывал себе возможность влиять на позицию руководства относительно выбора организаций, с которыми нужно заключить договор поставки. Возможности он не имел, то есть он их обманывал, забирал деньги. В рамках уголовного дела было арестовано имущество мошенника и его жены на общую сумму более 16 миллионов рублей. На данный момент собраны все доказательства вины подозреваемого и дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. Парку в Южном быть. Лот выставлен на торги, но без проблем не обошлось. Сметная документация не соответствует архитектурному плану. Вместо спортивных тренажеров и мест отдыха там вагончики для строителей и разобранные линии электропередач. С инициативной группы встретились мои коллеги. Все подробности далее. Местные жители возмущены. Это совсем не то, за что они голосовали. В новой смете остались только беговые пешеходные дорожки и фонари для освещения. Качели, тренажеры, игровые комплексы, скамейки. Все, за что почти два года боролись оренбуржцы за рамками сметной документации. Забыли даже про подъездные пути к домам. Нет дороги, которые к частному сектору сейчас мы передвигаемся, а не через парк. На парк они сейчас через парк не будут проезжать. То есть этой дороги тоже нет. Поэтому мы считаем, что смета не доработана. Согласно смете, стоимость парка почти 101 миллион рублей. Хотя на выполнение всех работ по первоначальному проекту необходимо вдвое больше. Сегодня в администрации Оренбурга состоялась встреча главы города с инициативной группой. Правда, без журналистов. В итоге им удалось прийти к соглашению. Вообще нам удалось прийти к такому решению, что разумнее всего будет реализовывать этот парк поэтапно. Слава богу, нас услышали и мы надеемся, что все-таки это получится. То есть сейчас мы делаем какую-то часть до Карачинской, допустим. Дальше уже смотрим в следующие года, получится там сделать дальше всю эту часть. Новый парк будет строиться в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». До 1 ноября должен быть определен подрядчик и заключен муниципальный контракт. Именно поэтому на торги выставляют такую усеченную смету, поясняют администрации. Для того, чтобы мы могли реализовать этот муниципальный контракт, нам пришлось выбрать именно те виды работ, которые нам нужны в первую очередь. Некоторые моменты мы обсуждаем в процессе самого благоустройства. Технический момент еще никто не отменял. И в рамках реализации самого процесса мы можем корректировать ту же самую смету. На территории Дина Байгелова не уточнила. Как отметили в администрации, если не провести торги сейчас, можно остаться и без денег, и без парка. Лот уже размещен на сайте госзакупок. Победитель будет известен через неделю. Пока на аукцион никто не заявился. Ольга Энгельс, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Долгожданные квадратные метры. Сегодня ключи от новой квартиры в Оренбурге получили семь сирот. Среди них и Анна Сайгужева. Историю которой мы уже рассказывали в наших эфирах. Выпускница детского дома несколько лет обивала пороги различных инстанций. Прошла суды. И вот, наконец, получила собственное жилье. Сейчас мы развестим телевизор, ну а здесь будет диван. Ну и детская зона будет в этом месте. Анна теперь смело строит планы. На собственных 34 квадратных метрах есть где развернуться. Ванная комната с необходимой сантехникой. На кухне плита и раковина. Своей квартиры Анна добивалась через судебные инстанции с 2014 года. В октябре 2018 суд обязал администрацию города выдать сироте жилье. Но чиновники несколько раз пытались оспорить это решение. Все это время с двумя детьми приходилось ютиться на 12 квадратах съемного жилья. Теперь это в прошлом. Можно готовиться к новоселью. Квартира очень нравится, просторная. Учли все, даже то, что дети, окна высоко. В ближайшее время нужно приобрести гарнитур кухонный, так как без него никуда. Ну а дальше уже все постепенно, потихонечку. В 2020 году Оренбургу выделены субвенции в размере 147 миллионов рублей. На эти суммы запланируют на приобретение 108 жилых помещений для детей-сирот. 63 квартиры площадью не менее 33 квадратных метров уже приобретены. 45 квартир находятся в стадии заключения контрактов. В очереди на получение жилья в области более 3000 человек. По данным Министерства социального развития, в 14 муниципальных образованиях освоили на эти цели порядка 480 миллионов рублей. Если вы столкнулись с ситуацией, которую не можете решить самостоятельно, и ваша проблема требует огласки, позвоните нам. Корреспонденты ОРТ готовы помочь. На телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии 8 800 257 00. Звонок бесплатный. Ну а сейчас прервемся и вот что увидите далее в программе. Российский рубль нестабилен. Как сохранить накопленные деньги? Эксплуатация небезопасна. В Оренбурге проверят состояние канатной дороги. Впервые в областном центре в музее ИЗО работает уникальная выставка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большинство экономистов уверенно утверждают, что закрома оренбургцев стремительно пустеют. Количество тех, у кого под подушкой или на счете в банке остались сбережения, невелико. Советы по правильному использованию накоплений финансисты дают осторожные и проверенные. Но и лучшим способом вложения денег по-прежнему остается недвижимость. Приобретение квартиры или дома – гарант сохранения честно заработанных. Также популярный совет – покупка валюты. Правда, тут экономисты уточняют. Менять рубли на доллары или евро стоит тогда, когда отечественные деньги растут в цене. А вот скупать телевизоры, компьютеры, холодильники и прочую бытовую технику – не лучшее решение, считают специалисты. Мелкие траты в кризис можно совершать только на товары первой необходимости. Ну а сейчас как раз о курсе валют. Стоимость доллара и евро, по данным Центрального банка России, на 9 октября, сейчас на вашем экране. Более 200 тысяч рублей сейчас и еще несколько миллионов позже. Администрация Оренбурга выделяет деньги на обследование канатной дороги через Урал. Почему воздушный маршрут не работает и во сколько городскому бюджету обойдется возобновление переправы, расскажет Вячеслав Кампе. К виду статичных кабин за моей спиной горожане уже привыкли. Переправиться из Европы в Азию по воздуху и за пару минут сегодня невозможно. Уже на протяжении года канатная дорога не работает. Эксплуатация воздушной переправы сегодня небезопасна. А причина длительного простоя – устаревшие запчасти. Их необходимо менять. К такому выводу пришли специалисты по итогам обследования. Весь летний сезон кабинки провисели над рекой, так и не сдвинувшись с места. Оренбуржцы считают такую ситуацию недопустимой. Во-первых, может быть, не каждый может спуститься по такой лестнице, какая есть. А здесь все-таки проще и туда, и обратно. Это как одна из каких-то достопримечательностей, фишек города. То, что вот сколько можно собрать, посчитать, вернее, городов, где есть канатные дороги. Необходимость возобновления работы канатной дороги понимают и чиновники. Городская администрация выставила тендер на новое обследование всего оборудования переправы. На эти цели выделено более 200 тысяч рублей. Еще около 5 миллионов придется потратить на запчасти. Правда, даже при таких затратах на ремонт уйдет несколько месяцев. Планируем мы закончить процедуры закупки полностью с поставкой всех запчастей. До конца февраля, может быть, март. То есть все получат запасные части. И, соответственно, на апрель-май у нас будут запланированы работы по установке и по пуску наладки дороги. После проведения всех работ канатную дорогу планируется сдать в аренду. После этого новый собственник установит свой тариф. Каким он будет, пока неизвестно. Вячеслав Кампо, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Важные события в культурной жизни региона. В этом году Республика Татарстан отмечает столетие со дня своего образования. В честь юбилея в Оренбургском областном музее изобразительных искусств собраны работы заслуженных художников Башкортостана и Татарстана. Подробнее в нашем следующем сюжете. Национальная обувь, украшения мусульманских женщин, авторские коврики для молитвы. Для оренбургского зрителя коллекция аутентичных предметов быта. Чулпы, ичиги, шамаиль. Мы живем бок о бок с татарами, дружим. Было очень интересно познакомиться с искусством, живописью татарского народа. Второй зал – живописные работы. На вернисаже собраны картины художников татар со всего мира. В каждой из них – о буднях и праздниках, обрядах и обычаях национальной культуры. Здесь каждая картина, она по-своему уникальна. Здесь представлены работы не каких-то просто обычных художников, а работы именно заслуженных художников. Здесь заслуженные художники Башкортостана, Татарстана. И это художники, которые принимали участие в артимпозиумах, которые организованы были в Елабуге с 2006 года. Выставка работает в двух форматах. При желании можно посетить залы виртуально, онлайн, через интернет. Но при соблюдении санитарных правил пока еще есть возможность насладиться подлинниками вживую. В коем случае нельзя заменить общение с оригиналом. И только тогда, когда человек придет в музей, он может получить непередаваемые впечатления и эмоции. Очень сложно понять всю красоту, всю прелесть эмоций, если это смотреть виртуально. В Оренбурге передвижная этновыставка продлится до 18 октября. И сразу поедет в Ульяновск. Инна Томилина, Владислав Горбунов, Виталий Салтыков. Новости дня. 8 октября. День рождения Ивана Сергеевича Аксакова. Третьего сына знаменитого писателя, всем нам известного автора произведения «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова. В честь основателя одного из членов династии назван целый населенный пункт в Оренбургской области. Это село Аксакова, что в Бугрусланском районе. Именно там находится музей-заповедник семьи. Удивительная природа, воздух и атмосфера. Знаменитое село Аксакова. Здесь восстановили семейное гнездо известного писателя, где свои первые три года и провел Иван Сергеевич Аксаков. После, вместе с семьей, он переехал в Москву. Перед вами представлен рабочий стол Сергея Тимофеевича. На столе можно увидеть промокательный прибор, пенсные, чернильницу и белые мраморные часы начала 19 века. Вот эти часы доподлинно принадлежали семье. Кстати, они у нас в рабочем состоянии. И заводим мы их раз в год на день рождения Сергея Тимофеевича. Этот дом восстановили лишь в конце 90-х. В советские годы усадьбу семьи Аксаковых растащили буквально по бревнам. Перепрофилировали и церковь, которую строил дед Сергея Тимофеевича. На несколько десятилетий она стала сельским клубом. Не устоял и семейный склеп Аксаковых. Память и историю знаменитой династии стерли с лица земли силами бульдозера. Ну, знаете, даже слов иногда нет. Лучше, наверное, помолчать. Не зря есть такая традиция. Просто встать, помолчать и отдать дань того, что оставил нам Сергей Тимофеевич. Здесь воссоздана атмосфера Аксаковских времен и восстановлены практически все постройки. Например, в этой беседке мама Сергея Тимофеевича любила читать, пока сам маленький Сережа рыбачил. Знаменитая Аксаковская сосна. Ей почти 200 лет. И дерево лично знакомо с Сергеем Тимофеевичем. Необычная легенда связана с этим местом. В сосну вросли железные штыри. Возможно, они когда-то были забиты для гамака. Но сегодня творят настоящие чудеса. Для тех, кто влюблен, исполняются все желания. Надо только взяться за штырь и подержать и досчитать до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Аксаковский ландшафт сконцентрировал в себя и лес, и степь. Знаменитое место манит к себе не только жителей области, но и туристов. Природа здесь уникальна по-своему. И чтобы окунуться в нее, достаточно лишь приехать и увидеть все своими глазами. А наимых Наталья Мороз, Маргарита Бакирова. Новости дня. Ну а далее в программе новости спорта. В Оренбурге стартовал всероссийский детско-юношеский турнир по настольному теннису ТОП-24. И я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю ОРТ Анатолию Юденчу. Спасибо, Наталья. Первые за долгое время крупные соревнования собрали в Оренбургском центре настольного тенниса около сотни юных российских игроков. За редким исключением всех сильнейших мини-кадетов страны. В турнире два возрастных разряда. Первый – 11-летний, второй – 2010 год рождения и моложе. Как следует из названия, в каждой сетке у девушек и юноши по 24 теннисиста. Не смогли приехать несколько игроков из территории, где в связи с пандемией запрещен выезд таких юных спортсменов. География участников широчайшая – от Санкт-Петербурга до Якутска. Гости традиционно довольны организацией наших соревнований. Условия просто блистательные. Я не знаю, мы вчера ходили, делали фотосессию по всему залу, для того, чтобы показать в Крыму, какая есть база здесь в Оренбурге. Встретили очень душевно, тепло, разместили полностью все условия для того, чтобы здесь сыграли хорошо ребята. И все требования Роспотребнадзора здесь соблюдены исключительно. В утренней части первого дня соревнования открывают девушки. И здесь среди участниц недостает главного фаворита – Оренбурженки Абдулины. Накануне старта получившие травму голеностопа. Теперь наши надежды связаны с Сороченкой Боболевой, хорошо выступившей на сентябрьском кубке УГМК. По юношам в каждой категории наивысший рейтинг также у местных игроков – Рыбакова и Варфломеева. Соревнования пройдут в полном объеме. Программа рассчитана на три дня. Баскетболистские надежды берут старт в чемпионате российской премьер-лиги. Оренбурженки играют в Подмосковье. Первый соперник всегда способный на сюрприз – Ногинский Спартак. Тем более, что наши играют короткой скамейкой и без основных разыгрывающих. Стартовая четверть выдается малорезультативно из-за большого количества брака. Ведем всего ничего – 11-9. К большому перерыву преимущество сокращается до одного очка. Третий период надежды начинает с рывка 6-0. Хозяйки догоняют. Идет упорная борьба. За две минуты до финала сирены ведем всего плюс один. Зато концовку проводим ударно. Во многом благодаря дебютантке надежды Моник Биллингс. Американка достойно принимает боевое крещение и становится самой результативной на площадке. 17 очков. Из них 11 – со штрафных. Оренбурженки добиваются трудной победы 65-59. Следующий матч – Дома в воскресенье с МБА. Волейболисты-нефтяника третий тур Суперлиги проводят в Новосибирске с чемпионом страны Локомотивом. В стартовом сете преимущество лидера неоспоримо – 25-15. А вот во второй партии оренбуржцы сходу удивляют хозяев. 4-1. Завязывается полноценная борьба. 6-6. 14-14. Железнодорожникам приходится засучить рукава, чтобы сломить сопротивление гостей. 25-22. Равенство и на старте следующего сета. 4-4. Но тут не на шутку расходятся диагональны сибиряков Лубурич. И дальнейшая игра проходит под диктовку фаворита. 25-17. Локомотив предсказуемо побеждает 3-0. Главный тренер оренбуржцев Викулов считает, что нужно было действовать смелее и хитрее. Выездную серию «Нефтяник» продолжит воскресным матчем в Казани. Вообще, календарь на старте розыгрыша у «Нефтяника» самый тяжелый. 6 подряд гостевых игр. В соперниках чемпионы трех последних лет. «Зенит-Казань», «Кузбасс», «Локомотив» плюс могучая московская «Динамо». Но это Суперлига – сильнейший турнир в Европе. И очевидно, что просто здесь не будет. Наталья? Спасибо, Анатолий. Оренбургский спорт глазами нашего обозревателя. Авторская рубрика в каждом выпуске новостей не пропустите. И в заключение информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ 9 октября с 9 утра и до 17 часов будет ограничена подача электроэнергии в отдельных жилых домах в Оренбурге. Адреса сейчас на вашем экране. В списки попали не только улицы, но и переулки. Будьте внимательны. Кроме того, в пятницу без света останутся жители поселков Солнечный и Чубеньки. Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 98 48 48. На этом я с вами прощаюсь. Присоединяйтесь к официальной группе ОРТ во всех популярных сетях. Ну а вернуться к этой программе и другим телепроектам вы всегда можете на официальном сайте media56.ru. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин